МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Бойкова, Рост Дикой-стилист. Рост Дикой. Имидж-консультант. Входить у топ-3 найкращих стилистів України. Рост співпрацює та розробляє стиль для ліній одягу відомих світових марок Марк Спенсер, П'єр Карден та Лагерфельд, орієнтуючи їх на українського покупця. Заснувавши власну шопінг-школу, він навчає, незважаючи на тілесні характеристики та вік, розуміти моду та стиль. Свій сценичний та світський образ йому довіряють Юрій Горбунов, Алоїс та багато інших українських зірок. Я заметила, що ти достаточна консервативна, у тебе є свій строгий стиль, і ти його придерживаєшся. В житті я предпочитаю спортивний стиль. Я хожу в джинсах, в куртках. Мені це нравится. Все-таки професія накладає відпечаток, тому що ко мене приходять люди разного возраста, с разными проблемами. Вони не приходять мені веселитися там і розвікуватися. На самом деле я вообще мечтала, знаєш, о якому образі? Такой, щоб вот выйти і ошарашити. Ко дню рождения свого любимого супруга наша обожаємая Света Фус решила преобразиться. Ну, долгі годи жизни, вони завжди відкладають відпечаток, і є якесь якесь привыкання. І тому ми недавно, коли с мужем разговаривали, я йому кажу, ну ти знаєш, що-то хочеться таке поменять в образі. Вона говорила, ну що ти вже поменяєш? Ну, якби типо. Ну да. Тому мені хочеться чим-то його удивити. Я зробила вивод, що нам потрібно побільше романтики. І поскільки у нас насніші професіоналі сьогодні у тебе в помощниках, сьогодні ти получиш три урока мастер-класса по макияжу, прічіске і одежде, т.е. стилю. Танечка. Мені б хотілося змінити макияж, конечно, в першу чергу. Внести таку лігкость, тому що є с чим поработати. Але не хватає, правда, романтики. Так, Вячеслав. Можна сделать какой-то промежуточний образ, т.е. делать какой-то намек на більш удлинені волоси, може быть, немножко поменять текстуру. Угу. Слова, не розкрывай все карты, Слава. Т.е. ты пугать цвету не будеш, да, Рост? Я можу сказати, що она смелая і отважна, що отдала свій стиль трьом експертам. Ми постараємося действительно його зробити кардинально інтересним. Давайте начнем с макияжа. Я подобрала три фотографії. І мені б хотілося показати їх і все-таки провести таку нікую викторину з вами, експертами. Як ви думаєте, який макияж із цих представленних більше б подошел Светлане? Мені понравився макияж Гвен Стефани. Красні губи – це маст хев любого романтического свідання. Мені, кстати, теже подобається вот второй вариант. Смело, смело. Тереза Палмер, мені кажучи, більш мягкий образ. Я теж за Терезу Палмер, хоча на Татьяні мені подобається теж помада красна. Светлана, який вам більше образ понравился із трех представленних? Мені більше понравився макияж вообще Гвен Стефани. Ну, мені це ближе. Красні губи дуже часто делаю, в зависимости от того, в чем я нахожусь. Красні губи говорят об образі секси, все-таки об образі ретро. Ви знаєте, я подобрала макияж Терези Палмер. Он достаточно легкий, нежний, романтичний, с легким акцентом на глазах, за счет таких густых, но мягких и очень деликатных ресниц. К этому образу прекрасно подойдет либо блеск, либо помада нежних пастельных цветов, будет говорить о романтичности. И, конечно же, морозные щечки, то есть эффект при помощи румяна с бровями. Я думаю, что их нужно будет расширить. Танюша приоткрыла тайну, но конечный результат мы увидим после преображения. Спасибо огромное. И, разумеется, макияжу должна соответствовать одежда, чтобы образ был гармоничным. Рост, прошу. Ты подготовился. Для того, чтобы узнать, что же больше всего в романтике доминирует, я предлагаю попробовать одеть одизманекенов из того, что я принес. В романтическую одежду? Да, в романтическую одежду, да? Я вообще на самом деле считаю, что действительно у романтики разные виды. О, Света. Да. Это тебе, наверное, понравится. Это мне, конечно. Вот я бы, например, выбрала вот такое сочетание. Что, надеваем на манекен? Начнем с блузы. Я вот так бы и пошла куда-нибудь. Ты бы мужа так удивила? Ну, нет. Нет? А вопрос-то в чем? Чтобы он удивился и восхитился. Я тут не вижу того, чем бы я его удивила, честно. Зачастую это очень банально выглядеть так на свидании. Рюши-воланы – это чересчур, даже сейчас для романтического образа, лучше использовать минимально. Это буквально там чуть-чуть, какие-то крылышки. Если ты используешь что-то прозрачное, какую-то ткань, тоже выборочно. Не все прозрачно, а выборочно на фоне, допустим, груди, декольте. Я рекомендую, чтобы длина платья слегка закрывала ноги. И вот буквально закрывая коленку, это считается допустимой для выбора оптимальной длины. Поэтому для вас я рекомендую длину, которая идеально будет закрывать колени. Это очень романтично и женственно. Три четверти рукав. И очень важно расставить акцент. Здесь в этом платье, видите, силуэт. Уже сделаны выточки на уровне груди, сделан акцент на талии и сделан акцент на бедрах в виде вот этих клинышков. И белое платье всегда можно очень красиво обыграть аксессуарами и любой прической и макияжем. Но это не значит, что Светлана после преображения выйдет именно в этом платье. Это не значит, да. То есть мы поработаем со Светланиной фигурой, с ее образом вместе с моими экспертами. Рос, спасибо огромное. И третья часть преображения, это, конечно, прическа. Вот тут нашей команде придется потрудиться. Света консервативно в этом смысле. Вячеслав Дюденко. Вячеслав, у тебя сегодня тоже романтический образ. Я старался. Гиперпружева. Я знал, что мы встречаемся со Светланой по очень деликатной тематике. Да, романтика. Опять же, разные варианты причесок. Это все для того, чтобы Света примерила на себя? Это просто как примеры на разной длине. Но прежде чем мы вообще займемся подбором прически для Светланы, и я покажу кое-какие техники, как делать романтические акценты. Мы сейчас посмотрим некоторые прически. Какая прическа может быть применима к Светлане? Я считаю, что кутри в любом случае подойдут, так что я за четвертый. А тебе, наверное, Энн Хэтэуэй со стрижкой? Нет, мне, кстати, нравятся длинные волосы на Бьонсе. Я считаю, что на самом деле длинные волосы легче им придать романтику, потому что все-таки можно из них много чего сделать. Любую короткую стрижку, среднюю, там, скажем, длинные волосы, очень длинные волосы, естественно, можно сделать романтические. Итак, я вот хочу показать. Допустим, у нас длинные распущенные волосы, но прямые распущенные волосы на сегодняшний день, ну, уже не в тренде. Поэтому я даже покажу, как при помощи, там, скажем, пару штрихов сделать романтику. Я возьму щипцык, я беру прядь, и вот я ее на трубку просто накручиваю. Это очень легко. Раз, снимаем. Вот у нас получилась вот такая спираль. Берем следующую прядь, точно так же я рядом ставлю вторую спираль. Вторая прядка уже готова. Мы вынимаем трубку, вот у нас получается вот такая спираль. А сейчас мы ее просто расчешем. Вот у нас две спирали, мы их расчесываем, уже видно, что идет какая-то волна. Допустим, у нас авангардная стрижка. Здесь бока и затылок очень коротко, а верхние пряди как бы перекрывают. И получается, что под одной стрижкой другая стрижка. Здесь у нас острые вот пряди, такие абсолютно неромантичные. Точно так же можно действительно взять и прокрутить их по спирали в том числе. Но уже здесь можно сделать эти накрутки более размашисто. И так, я думаю, что тоже уже достаточно. Не обязательно, чтобы кончик был закрученный. Это тоже, это очень модный элемент. Потому что все привыкли, когда мы берем прядь, вот мы ее с кончиков закручиваем, и тогда получается полностью букля. Но это будет уже консервативная накрутка. А я специально делаю так, чтобы оставались у нас кончики выпрямлены. И при этом, что мы делаем, мы тоже можем, опять же, даже руками взять, вот так прочесать. Вот у нас уже, смотрите, романтический образ. Смотрите еще вариант на средней длине. Вот у нас, допустим, прядочку мы просто берем вокруг пробора. С одной стороны прядочку взяли, с другой. Берем теперь, как обычно все привыкли крутить. На щипцы прокручиваем. Я оттягиваю специально вперед. То есть я не вверх кручу, обычно все привыкли вверх или назад крутить. А я вперед, а теперь накручиваю до лба. То есть это совершенно другая техника тоже. Накрутили, сейчас прогрели. Теперь я трубку эту должен вытащить. Можно, скажем, чтобы это было совсем динамично. Можно еще одну прядочку взять. Видите, я даже не использую расческу. Одними пальцами. Все, у нас уже возле лица совершенно другой будет вид. Да, для создания романтики нужно немного потрудиться. Но это в целом все доступно. Смотрим. Теперь взяли свои же прядки. Чуть-чуть поддержали. Сказка. Это просто пару штрихов. Мне хочется все-таки, чтобы у нее объем какой-то оставался. То есть достаточно пышный. Цвет, допустим, который волос у нас такой коричнево-золотистый. Можно тоже его оставить. И это будет хорошо оттенять кожу. То есть не будет сливаться. Мы можем, допустим, верхние перекрывающие зоны сделать какое-то легкое осветление. Какие-то там медовый оттенок, достаточно мягкие, то есть светлые акценты. И это будет очень мягко, стильно и романтично смотреться. И укладку тоже можно сделать какими-то более плавными линиями. Для этого сделаю специальную, скажем, технику филировки. Не раскрывай все секреты. Я поняла, что Света тебя вдохновила. И вся наша звездная команда экспертов готова к преображению. Света, а ты готова? Слушай, я так посмотрела на них, послушала. Да я готова, конечно. Ура! Тогда отправляйся в наш портал преображения. Прошу тебя под бурные аплодисменты! Аплодисменты! Прощайте, люди! У нашей звездной команды экспертов есть 24 часа на преображение Светланы Фуз. Но для нас с вами буквально одна минута пройдет, и мы увидим ее в новом романтичном образе. Давайте к нашей компании прямо сейчас присоединиться Игорь, муж Светланы. Встречаем! Здравствуйте, Игорь! Рады вас видеть. Вот здесь, в этом портале преображения, как мы его называем? Светлана. Как вы думаете, вам понравится результат? Я чекаю, не дочекаюсь. Готовы? Готовы. Встречаем Светлана Фуз! Боже! АПЛОДИСМЕНТЫ Все, чекав, но такое не чекав. Привет. Я благодарна вам очень, потому что на самом деле с самого начала я очень глубоко сомневалась в том, что из этого что-то получится, ну, такое путнее. Получилось! Получилась такая романтика от кутюр. Да, подробности, класс. И красивые винтажные серьги. Посмотрите, как они подчеркивают цвет глаз. И люрекс, и пайетки. Очень аккуратно, очень. Загляденье. Она сама преображает людей, и она сама для многих символ определенный, потому что она и знает, чего хочет, как хочет, у нее определенный опыт, взгляд на себя. Но я думаю, что этот образ тоже ей понравится. Светочка, какой момент в твоем преображении был самым волнительным? У меня было волнительным все, начиная от примерки платья и заканчивая прической и макияжем. Потому что я настолько привыкла и зашурилась в своем образе, что я не представляла вообще, как я могу выглядеть по-другому. Но, в конце концов, когда я окончательно посмотрела на результат, я поняла, что вообще жизнь только начинает. Игорь, удалось тебе, Свете, тебя удивить? Это действительно так, отбылось. Мне все подобно, все правда. Спасибо. Я в шоке. Дорогие мои, спасибо вам огромное. Это невероятно, Светочка. Я уверена, что все наши зрители, все люди, которые знают и любят тебя, в восторге от этого преображения. Ты великолепна. Браво! Ждите новых преображений. Не пропустите. До встречи. Привет, друзья. Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Редактор субтитров А.Семкин